Восинский призыв распадшался, а маль 200 грамотан пополнили Узбройные силы Беларуси у перший день Наша безпека залежить от нас Это простое правило Знову могилючанам нагадали Супрацовники ДАИ 14-го листопада Сусветный день боротьбы с диабетом Як зробить больш якосным життёх ворых У нашим выпуску Следующий комитет переквалификовал Ранее заведенную криминальную справу По факте трагедии, яка отбылась 1-го листопада у Могилёве Тады на двух хлопчиков, які гуляли На покинутой будовлі Звалілася бетонная плита перекрыця Один хлопчик загинув на місце Другий у стані клінічной смерти Был доставлены в больницу Хлопчик, за життёю якого амаль 2 дни Змагаліся медики, помёр у больнице Не приходящий у притомность У совязі з гэтым правооховніки Вядуть следство по артикулі Причиненні смерти по неастярожності двум чоловекам У якості подазронага Паранейшим уличаться господар кинутой будовлі А крімя таго, следчая додаткова Распачалі кримінальну справу По факці службовый халатнасті У дачыненні да пасадавых особ Могилёвска Гарвы Конкама Правоохованькі лічыць, што чиновнікі Віноватыя у невыконанні Патрабавання законодавства, якоя Прадугледжувае знос самовольных побудов Четырнадцатого листопада Пачатак Восінській призывной кампаніі Ад Могилёвській в область У перші дзень відправки Воозбройные сілы Беларусі Накіровалі маль 200 громадян Яны будуть праходзіць службу У вайскове часы сіл спеціальні опірації Призывная кампанія Пратягніться до 28 листопада На місці неосіні службы Празвівніков будуть відправляць што дня Усяго Восінську призывную кампанію На термінову службу і службу о резерві На Могилёшіні Призвали амаль полторы тысячи чоловік Увага пішоходцю Прасунніки дзяшута інспекцій Провіли спеціальне комплексне мероприємство Імкнулися удзельникам дорожного руху Усіх взрослів нагадати про те, що їх безпека Залежить от їх самих Саме главное, щоб ви їх носили Не забували, не теряли Щоб у вас на верхній одежде На сумочці, на шапочці Там, де водно, був свето-возвращаючий элемент Который значительно повышає Безпекційність пішоходів Тємне время суток Маленьким удзельникам дорожного руху Інспекторы дарали фликер Дети обіцяли носити їх І навіть про їх вершики Рассказували Безпекційність пішоходів На дорогі були, були опасності Ну, у них є на одежде Безпекційність пішоходів Міли светлоотбивальні елементи Ми запитали сюди Зарослих ці потрібні На угол фликера і навожта К fordi я ставлюсь Для чого? Ну, щоб бати заміецным В темноте Нужні Для чого? Щоб водительитала Щоб водітелю , їмі пішох А Ви alumні навіють? ходить интересно что посвящали то видно было для водителей пешехода я считаю то же самое мне даже с собой есть фликеры обязательно нужны и не то что там где-то за городом а именно в городе в городе где мало освещенной улице ой плохо проезжать замечаешь в последний момент все пешеходы и малые и взрослые должны быть темное время суток не имеет значения это населенный пункт ненаселенный освещенный участок дороги не освещенные в темное время суток должны быть обозначены световозвращающими элементами при движении вдоль проезжей части либо при переходе проезжей части контролировались у працовники идеи и выконания дорожных правил самими пешеходами на жаль некоторые ставятся бесклопотно до властной безпеки таким пешеходам инспекторы тлумачили где треба переходит дорогу согласно правил дорожного движения напоминаю что переход дороги вы обязаны выполнять специально присмотреть местах за час операции инспекторы зафиксовали 1540 выпадка уколи пешеходы порушали правила дорожного руху их притягнули до администрации на отказности андрей шляк сергей карпиак олександр тарасов на вина региона 36 тысяч человек это лишь бы хворых на диабет у могилевской области и что год и нам повеличивается на 2-3 тысячи что пропауновывая сегодня медицина к обзарабить жить у хворых больше якосным и датчаго закликают пациента у медики про это усосветный день братьбы с диабетом расскажут наши корреспонденты для пациентки настау час менять резервуар с инсулином урач вучить рабить это правильно новая технология зручная не треба як ранее шмат разово уводить инсулин шприцам цукор у крови изначается автоматично аппарат оповещая про наступный прием ежи инсулиновая помпа для пациентки станет постоянным с подорожником по житти я уже болею 10 лет я уже конечно морально я привыкла к этому всему но качество жизни улучшается легче себя чувствуешь и не боишься никаких последствий высоких низких сахаров из-за которых бывают часто проблемы помповая инсулинотерапия як мета для чыня пришла до нас 4 гады тому и спочатку тольки для пациента успешным типом диабету в першыню все лето яе применили и пациентам с другим типом хворых с такими аппаратами пакуль только два десятки в области и он не бесплатный у адрознение от самого препарата инсулина але медики лечат своим обовязкам дать хворым усю махчимую информацию про тое як можно легче переносить хворобу конечно пациент должен быть мотивирован должен понимать как течет диабет как правильно корректировать дозу но помпа инсулиновая позволяет это сделать более на высоком уровне такой апгрейд терапии праз эндокринологичное отделение тольки областной больницы что год проходить полторы тысячи человек заразумела гэта тольки тяжкие хворые что тычется диабету что год у в области таких хворых становятся на 6-7 процентов больше але не колькость пациента у сёня проблем окажуть медики а то и як человек сам ставится до хворобы и отповедно до того ладу життя які потребно вести диабетикам почему мы вот показываем инсулиновые помпы показываем как мониторировать ну как делать самому глюкозу как кушать как пить такое количество вра пациентов один врач не в состоянии вести то есть каждый пациент должен отвечать за свое здоровье вот мы это говорим пациенту вы должны отвечать мы вас можем научить но жить за вас мы не сможем здоровая ежа физичные нагрузки отказ от паления алкоголю для диабетика у гэта не агульная фразы а життёвый минимум а лис рыбалка денис бутыльян новины региона 200 интеллектуалов с беларуси россии приняли у делу турнира зимовый лис с поборниц то ладится у беларуско-российским университетем за час основаниях это 20 год интеллектуалы интеллектуальный турнир стал интернациональным у программе с поборниц то такие интеллектуальные гульни як что декали брейн-рынг музычная скорбонка зимовый лис ладится у могилёвец середины 90-х турнир навод старейший за некоторых удельников за гэтый час юн собрал свою аудиторую аматору так бы мовить интеллектуальных вида у спорту первый раз на зимний лис я приехал еще в качестве игрока студенческой лиги в 2011 году сейчас уже приехал в качестве тренера то есть турнир развивается то есть сюда уже привожу тех детей которые тренируются у нас минском клубе мы представляем команду брянского государственного технического университета я в ее составе первый раз тут еще ничего не знаю но надеюсь тоже получить опыт уровень очень радует потому что действительно беларуси очень качественно хорошо организуют интеллектуальные игры например у себя мы не играем в брейн-ринга здесь он представлен очень интересно попробовать свои силы у интеллектуальном споборниц ве сустракаются юнаки и девчаты новички и маститые зналцы но вопрос уже разноплановые соответственно где-то там мы чуть больше знаем где-то мальчики соответственно заполняем друг друга всем известно в россии и беларусь что уровень знатоков белорусских именно и что где когда и других интеллектуальных играх очень высокий поэтому нам приятно приезжать на такие турниры где соперники всегда сильные и быть может это помогает нам потянуть свой уровень это помогает им в дальнейшей жизни и в то же время как бы формируются сильные команды которые в будущем я думаю будут бороться и на мировом уровне за час основания зимовый лис вырос з регионального турниру у этап республиканского чемпионата ся род студентов все лета у ведах и логицы спрачалися 30 команд алина соловьева александр артемьев новины региона баскетболисты могилевского борисфена разгромили гродинское принеманье у черговой гульни чемпионата краины борисфен перемог с гликом 104-51 все лета могилевская команда одновила склад ставку зарабили на американских легионеров александра стротара и джастина коумана у гэтом сезоне борисфен им кнется побороться за золото чемпионата беларуси мы сейчас уже другая команда мы стали лучше и быстрее я верю в нашу тактику стратегию нашу команду и нашего тренера если вы спросите меня я скажу что мы можем выиграть у кого угодно новины прожить все наше в области вы можете поглядеть на нашем сайте tvrmogilio.by а я на этом с вами разведываюся доброго настрою до встречи субтитры подогнал «Симон»